Похороны Великой Мамы Похороны до самого нутра пришли наконец в себя Теперь, когда тудочники из Сан-Хасинто, контрабандисты из Гуахиры, сборщики риса из Сину, проститутки из Гуакаймаля, ведуны из Сьерпе, сборщики бананов из Аракатаки опомнились и натянули москитные сетки в надежде отоспаться после стольких бессонных ночей Теперь, когда восстановили душевные равновесия и взялись за государственные дела все, кому положено Президент Республики, да и те, кому подвернулся случай представлять земную власть и силы небесные на самых пышных похоронах в истории человечества Теперь, когда душа и тело Верховного Первосвященника вознеслись на небо, а по улицам Маконда не пройти, не проехать, где там Когда горы консервных банок, порожних бутылок, окурков, обглоданных костей, потемневших кучек, оставленных повсюду сборищем людей, прибывших на погребение Самое время приставить к воротам скамеечку, и пока не нагрянули те, кто пишут историю, с чувством, с толком рассказать о событиях, взбудораживших всю страну Четырнадцать недель тому назад, после долгой череды мучительных ночей с пиявками, горчичниками и припарками Великая мама, сломленная предсмертной горячкой, распорядилась перенести себя в любимую плепенную качалку, ибо возжелала, наконец, высказать последнюю волю Сим надумала она завершить земные свои деяния Еще на заре столковалась она по всем делам, касаемым ее души, с отцом Антонио Исабелем И вслед за ним взялась обговорить дела, касаемые ее сундуков, с прямыми наследниками, девятью племянниками и племянницами, что неотлучно торчали у ее постели По ближности находился и бормотавший что-то невразумительное отец Антонио Исабель, которому было лет сто без малого Десять рослых мужчин загодя внесли дряхлого священника на второй этаж, прямо в спальню великой мамы И то решили оставить его там, дабы не таскаться с ним туда-сюда в последние минуты Старший племянник Никонор, здоровенный и хмурый детина в сапогах со шпорами в хаке с длинноствольным револьвером 38-го калибра под Рубакой Отправился за нотариусом Более двух недель цепенел в напряженном ожидании двухэтажный господский особняк, пропавший медовой патокой и душицей Где в полутемных покоях теснились лари, сундуки и всякий хлам четырех поколений, чьи кости давно садлели В длинном коридоре с крюками по стенам, где еще недавно висели свинные души и в загустевшей духоте августовских воскресений Сочились кровью у них и олени Теперь на мешках с собью и рабочим инструментом спалят по валу и уставшие пионы, готовые по первому знаку седлать коней И нести горестную лесть во все стороны бескрайнего маконга В зале собралась вся родня великой мамы Женщины, землисты, бледные от ночных бдений, малокровные и подувной наследственности были, как всегда, в трауре, в извечном беспросветном трауре Ибо в клане их повелительницы покойники не переводились Великая мама с матриархальной непреклонностью обнесла свое родовое имя и свои богатства неприступной стеной И не выходя за ее пределы, кузены женились на родных тетках, дедья на племянницах, братья на невестках И такая пошла кровосмесительная чехарда, что само продолжение рода стало порочным кругом Лишь в Магдалене, младшей из племянниц, удалось преодолеть ограду Она умолила отца Антонио изгнать из нее нечистую силу, несу лапшую ночные кошмары Остриглась наголо и отреклась от земных радостей и всяческой суете в одном из новициантов апостольской префектуры Однако племянники, достойные мужи, усердно пользовались правом первой ночи, где случится В селении, на хуторе, под кустом, при дороге И наплодили за пределами законных семей целую прорву незаконорожденных отпрысков Которые жили среди челядей Великой Мамы, пользуясь ее покровительством Близость к смерти будоражила людей Голос умирающей старуки, привыкшей к почету и покорству Был не громче приглушенных басов органчика в закрытой комнате Но он не докатился до самых дальних уголков Маконда Ни один человек не оставался равнодушным к этой смерти Целый век Великая Мама была как бы центром тяжести всего Маконда Точно так же, как два столетия до нее ее братья, ее родители и родители ее родителей Само царство Маконда разрослось вокруг их великого рода Никто толком не знал ни о происхождении, ни о реальной стоимости ее имущества Не о размерах ее владений, ибо все давно уже свыклись с тем, что Великой Маме подвластны все воды проточные и стоячие Дожди, что пролились и прольются, все дороги и тропки, каждый телеграфный столб, каждый високосный год, каждая засуха и по праву наследования все земли и все живое Когда Великая Мама выплывала на балкон подышать вечерним воздухом и обрушивала на старую качалку всю неумолимую тяжесть своего разбухшего до нельзя тела и своего величия Это оказалось поистине самой богатой и могущественной властительницей в мире Никому из ее верноподданных не приходило на ум, что она смертна, как и все люди Никому, кроме близких родичей И ее самой, в часы, когда ей докучал правительственные наставления старец Антонио Исабель И все же Великой Маме верилось, что она проживет более ста лет И ее бабка в материнской стране, которая в 1875 году, окопавшись на собственной кухне, дала решительный отпор солдатам Аурелиано Буэндио Лишь в апреле нынешнего года Великая Мама поняла, что бог не будет и милый с кем И не даст ей самолично в открытом бою истребить всю банду федералистских фасонов Когда Великая Мама окончательно слегла хвостил, домашний лекарь в материнскую подряд ставил ей горчичники и приказал не снимать шестяных носов Этот лекарь, перешедший к ней по наследству, был увенчен дипломом в Мунтелье и обвергал научный прогресс по колоссовским убеждениям Великая Мама наделила его неограниченными полномочиями, изгнав из Маконда всех, кто занимался врачеванием Было время, когда незнавший соперников Эскулап объезжал верхом на коне весь край, чтобы заглянуть к самым тяжелобольным на исходе их жизни Природа по щедроте своей сделала дипломированному доктора отцом множество незаконно рожденных детей Но однажды в лодке его вдруг сковал жестокий артрит И с тех пор лечение жителей Маконда шло заглазно посредством за тысячи советов и догадок Только по зову великой мамы доктор проковылял, опираясь на две палки через площадь и явился в пижаме к ней в спальню Лишь на восьмой день, разомнев, что его благодетельница кончается, он приказал принести сундучок, где хранились пузырьки и баночки с этикетками на латыни И три недели подряд донимал умирающие бесполезными микстурами, свечами и припарками, сообразуясь с допотопными правилами Не забыл он про пиявки на поясницу, а к самым болезненным местам прикладывал печеных лягушек И все же настал тот рассветный час, когда дипломированного доктора взяло сомнение То ли звать цирюльника, чтобы пустить кровь великой маме То ли отца Антонио Исабеля, дабы изгнать из нее беса Вот тогда племянник ее Никанор снарядил за священником десять дюжитму отцов из прислуги, которые доставили престарелого служителя церкви в спальню великой мамы Притащили его на скрипучей плетеной качалке под буздокином из линялого шелка Звон колокольчика, который опережал отца Антонио, спешившего с дарами к умирающей Задел тишину сентябрьского рассвета и стал первым вещим-знаком для жителей Маконда С восходом солнца площадь перед домом великой мамы уже походила на веселую деревенскую ярмарку Многим вспомнились давние времена Вспомнилось, какую веселую ярмарку, какое гуляние устроила великая мама на свое 70-летие Простому люду выкатывали на площадь громадные оплетенные бутыли с вином Уже резали скот, а на высоком помосте трое суток подряд наяривал беспродуху оркестр В жидкой тени миндаля, где на первую неделю путем нынешнего века стоял лагерь полковника Аурелиану Гуенти Шла бойкая торговля хмельным массато, кровяной колбасой, пирожками, фончиками, слоеными булочками, маисовыми лепешками, кокосовыми орехами Люди толпились у столов с лотереей, возле загонов, где шли петушиные бои Во всей этой толчье и водовороте, в подороженной толпе, лихо сбывали скокулярии и медальки с изображением великой мамы По обыкновению все празднества в Макондо начинались за двое суток до срока И после семейного бала в господском особняке устраивался пышный фирмен Избранные гости и члены семьи, которым старательно прислуживали их незаконнорожденные отпрыски Весело отплясывали под звуки модной музыки, которую скрипом исторгала старая пианола Великая мама, обложенная подушками в навыточках тончайшего полотна, восседала в кресле И все было послушно малейшему движению ее правой руки со сверкающими кольцами на всех пяти пальцах В тот день, порой в сговоре с влюбленными, а чаще по наитию, великая мама объявляла о предстоящих свадьбах на весь год В самом конце шумного праздника она выходила на балкон, украшенный гирляндами и китайскими фонариками И бросала в толпу горсть монет Эти славные традиции давно уже отошли в область предания Отчасти по причине неизбольного траура, а больше из-за политических волнений, сотрясавших Маконда Новые поколения лишь понаслышке знали о ее былом величии Им не выполнили цезреть великую маму на праздничной мессе, где ее всенепременно обмахивал опахалом Кто-нибудь из представителей гражданских властей И только ей одной, когда возносили святые дары, разрешалось не преклонять колен Давы не мялся подол ее платье в голландских кружевах и на крахмаленной нижней юбке В памяти стариков призрачным видением юности запечатлелись те 200 метров ковровой дорожки Что протянулись от старинного особняка до главного алтаря Те 200 метров, по которым 22-летняя Мария Дель Росарио Пастангеда и Монтеро Возвращалась с похорон своего высокочтимого отца в силе нового и сиятельного тепла Великой Мамы Это зрелище, достойное Средневековье, принадлежало теперь не только истории ее рода, но и истории всей нации Посредником Великой Мамы во всех ее высочайших делах был старший племянник Миканов А она сама, отделенная от простых смертных, едва различимая в зарослях цветущей герани, обрамлявшей вязкую дыхоту балкона, зыбилась в ореоле собственной славы Все знали наперед, что Великая Мама поселила устроить народные гуляния за три дня и три ночи, как только будет оглашено ее завещание Знали, что она прочитает его лишь перед самой смертью, но никто не мог, не желал и не смел поверить, что Великая Мама смертна Однако час Великой Мамы настал Под пологом из припорошенного пылью маркизета среди спившихся полотняных простынь едва угадывались жизни в слабом поднимании детственных и матриархальных грудей Великой Мамы, облепленной по шею листьями целительного столетника До 50 лет Великую Маму осаждали пылкие и настойчивые поклонники, но она отвергла всех до единого И хоть природа наградила ее могучей грудью, способной выкормить предначерпанных ей на роду потомков, Великая Мама умирала девицей Умирала непорочной и бездельной Когда отец Антонио Исабель приготовил все для последнего помазания, он понял, что ему без посторонней помощи не умастит священным елеем ладони Великой Мамы Потому что она, почуяв смерть, сжала пальцы в кулаки Напрасно были все старания племянницы, стезавшиеся в ловкости Упорно сопротивляясь, умирающая из того прижимала к груди руку, увенчанную драгоценными камнями И тараща бесцветные глаза на племянниц, злобно прошипела Воровки! Но потом, переведя цепкий взгляд на отца Антонио Исабеля, а затем на молоденького прислужника с блюдом и колокольчиком Великая Мама проговорила тихо и без помощи После этих слов она сняла фамильное кольцо с бриллиантом неслыханной красоты И протянула его, как положено, самой младшей племяннице Магдалени Так была прервана стойкая традиция их рода И его послушница Магдалена отказалась от наследства в пользу церкви На рассвете Великая Мама пожелала остаться наедине с Неканаром, чтобы дать ему последние наставления Более получаса она в здравом уме и трезвой памяти обсуждала с Неканаром возложение дел в царстве Маконда А затем завела речь о собственных похоронах Гляди в оба, сказала умирающая Все ценное держи под замком, народ разный В доме, где покойник, каждый ищет, чем выживиться Дослав Неканар, Великая Мама призвала к себе священника И тот, выслушав ее долгую и подробную исповедь Пригласил в спальню всех родных, чтобы при них умирающие получили последнее причастие Вот тогда-то Великая Мама возжелала сесть в плетеную качалку И обнародовать свою последнюю волю Твердым отчетливым голосом она сама диктовала нотариусу Свидетелями были отец Антонио Исабелли, доктор Полный реестр своих богатств Единственные и прочнейшие основы ее величия и всевластия На этот реестр, составленный Неканаром, ушло 24 страниц четкого убористого почерка В реальных величинах владения Великой Мамы сводились к трем с Энтом Йендом Которые королевской грамотой были пожалованы первым колонистам А затем в итоге каких-то хитроумных и всегда выгодных роду брачных контрактов Перешли в безразделную собственность убитых На бескрайних и праздных землях пяти муниципий, где хозяйской руки не случилось посею Дню Единого Зерна, жили арендаторами 352 семейства Ежегодно, в канун своих именин, Великая Мама взыскивала с этих семейств внушительную подать И тем, как бы утверждала, что ее земли не будут возвращены государству на веки ее год Восседая в кресле, вынесенном на галерею, Великая Мама принимала мзду за право жить в ее владениях И все было точь в точь, как у ее предков, принимавших мзду у предков нынешних арендаторов Господский двор ломился от добра Три дня подряд люди несли сюда свиньи, индюков, кур, первинные десятины с огородов и садов Это, по сути, и был тот урожай, который урод Великая Мама получал с нетронутых земель, занимавших по группе подсчетом 100 тысяч гектаров На этих гектарах волею истории разрослись семь городов, включая столицу Макондо, где горожанам принеближали лишь стены и крыши А посему они исправно платили Великой Маме за проживание в собственных комнатах, где и государство, не ступясь, платило за улицы и переулки Не зная хозяйского глаза и счета, гулял, где придется господский скот Обессилевшие от жажды животные, изобретали в самые отдаленные края Макондо, но велькавшее на их задах клеймо в виде дверного висячего замка Вера и правдой служила легенде о могуществе Великой Мамы По причинам, над которыми никто так и не удосужился размыслить Господская конюшня, сильно оскудевшая еще во времена гражданской войны, мало-помалу превратилась в сарай, где нашли себе последнее пристанище Старая негодная гробилка риса, сломанный пресс для сахарного тростника и прочие рухли В описи богатств Великой Мамы были упомянуты и три знаменитых кувшина с золотыми марракотами Старинными монетами, зарытыми в каком-то тайном тайнике господского дома в далекие дни войны за независимость Все еще не обнаруженные, несмотря на беспрерывные и усердные поиски Вместе с правом на землю, обрабатываемой арендаторами Вместе с правом на десятинный сбор, на первильные и прочие подати Новые наследники получали каждый раз все более продуманный и совершенный план раскопок, суливший верную удачу Полных три часа понадобились Великой Маме, чтобы перечислить все свои зелезримые богатства в царстве Макондо Голос умирающий пробивал духоту Алькова и как бы сообщал каждой означенной вещи особую весомость Когда сольважная бумага была скреплена расползающейся подписью Великой Мамы, а ниже подписями двух свидетелей Тайная дрожь пробрала до печенок всех, кто теснился в петербурге у ее дома, накрытываясь в мечтах и любителем долей Затем дошел черед до полного подробнейшего перечисления всего, чем она владела по своему моральному праву Опираясь на монументальные ягодицы, Великая Мама невероятным усилием воли заставила себя выпрямиться Так делали все ее предки, не забывавшие о собственном величии даже в предсмертный час И укладывая слово к слову, убежденно и властно стала перечислять по памяти свои необозримые богатства Земные недра, территориальные воды, света государственного флага, национальный суверенитет, традиционные политические партии, права человека, гражданские свободы, первые магистра, вторая инстанция, арбитра, рекомендательные письма, законы исторического развития, эпохальные речи, свободные выборы, конкурсы красоты Всенародные ликования, изысканные сеньери и вышкаленные кавалеры, благородные офицеры, его высокое преосвященство Верховный суд, запрещенные для ввоза товары, либерально настроенные дамы, проблемы чистоты языка, проблемы мясопроизводства, примеры, достойные подражания во всем мире Установленный правопорядок, свободная и правдивая печать, южноамериканский атенеум, общественное мнение, уроки демократии, христианская мораль, валютный голод, право на политическое убежище, коммунистическая угроза, мудрая государственная политика, растущая дороговизма, республиканские традиции, обездоленные слои общества, послание солидарности и... Ей не удалось дотянуть до конца Последний порыв ее неслыханной воли был притечен столь долгим перечислением Загляднувшись в океане абстрактных формул и понятий, которые два века подряд были этической исследовательной правовой основой всевластий и их рода Великая мама громко рыкнула и испустила губ В тот вечер жители далекой и хмурой столицы увидели во всех экстренных выпусках фотографии 20-летней женщины и решили, что это новая королева красоты На увеличенном снимке, который занял четыре газетных полосы, возродилась к жизни былая молодость Великой Мамы Отретушированный на скорую руку снимок вернул ей пучные прически из роскошных волос, подхваченных беременном слоновой кости Вернул соблазнительную грудь в пене кружев сколотых брошью Образ Великой Мамы, запечатленный в Маконге в самом начале века каким-то заизженным фотографом Терпеливо дожидался своего часа в газетных архивах И вот теперь ему выпало судьбой остаться в памяти всех грядущих поколений В стареньких автобусах, в министерских лифтах, в унылых чайных салонах, обитых клетками губеленами Говорили, переходя на почтительные шепота высочайшей особой, что скончалась в краю малярии и невыносимого зноя Говорили о Великой Маме, ибо магическая сила печатного слова за несколько часов сделала ее имя всемирно известным Мелкая море сложилась с настороженной зеленоватой тенью на лице редких прохожих Колокола всех церквей звонили по усопшей Президент республики, застигнутый скорбной вестью в тот миг, когда собрался на торжественный акт, посвященный выпуску девяти кадетов Собственноручно написал на обороте телеграммы нескольких слов военному министру, дабы тот в своей заключительной речи почтил память Великой Мамы минутой молчания Эта смерть сразу сказалась на политической и общественной жизни страны Даже президент республики, до которого умонастроение нации доходили сквозь очистительные фильтры, испытал какое-то щемящее тяжелое чувство Глядя из окна машины на оцепеневший в молчании город, где открытыми были лишь кабачки с дурной славой и главный собор, готовый к девятидневным торжественным службам В Национальном Капитолии, где дарические колонны и безмолвные статуи поковных покойных президентов заботливо стерегли сон бездомных нищих, укрытых старыми газетами, ярко и призывно светились окна Конгресса Когда первый мандатарий, прокрещенный всенародной скорбью, вошел в свой кабинет, ему навстречу поднялись министры Все, как один в траурных повязках, бледные и торжественные, более обычного Со времен событий той ночи и всех последующих ночей пройдет много времени, и эти события возведут в ранг великих уроков истории Не только потому, что самые высокие государственные чины проникли с истинно христианским духом, но и потому, что представители совершенно противоположных взглядов и противоборствующих интересов с героической самоотверженностью Пришли к взаимопониманию во имя общей цели – погребения Великой Мамы Долгие годы Великая Мама обеспечивала социальное спокойствие и политические согласия в царстве Макондо благодаря трем баулам с фальшивыми избирательными бюллетенями Которые тоже, разумеется, являлись неотъемлемой частью ее негласного имущества Все лица мужского пола – прислуга, арендаторы, приживальщики в господском доме Все старые и малые не только сами участвовали в политических выборах, но и всенепременно пользовались правом голоса выборщиков, умерших в последнее столетие Великая Мама олицетворяла преимущества традиционной власти перед новыми нестойкими авторитетами Превосходство правящего класса над плебсом, неприходящую ценность небесной мудрости в сравнении с приходящими догмами смерти В мирное время Великая Мама самолично жаловала и отменяла синекуры и три бенды И назначала, снимала каноников, пеклась о благополучии своих сторонников И на то была ее верховная воля в купе с темными интригами с подтасовкой избирательных бюллетеней В смутные годы Великая Мама тайно поставляла оружие своим союзникам и в открытую оказывала помощь своим жертвам Столь небывалое патриотическое рвение отмечалось самыми высокими почестями Президент республики на сей раз пожелал без подсказки советников определить меру своих силов Исторической ответственности перед согражданами Он недолго мерил шагами садик, где темнели кипарисы И где на закате колониального правления повесился из-за несчастной любви один португальский монарх Президент мало надеялся на личную охрану Внушительное число офицеров, увешанных наградами И потому его бил озноб каждый раз, когда в сумерки он входил в этот садик Соединявший парадный зал для аудиенции с мощенным двором Где в былые времена стояли кареты вице-королей Но в эту ночь президента пронизывал сладкий трепет озарения Ибо ему открылся во всей глубине смысл его высокой миссии И он, не дрогнув, подписал декрет о девятидневном всенародном трауре И о воздании великой маме посмертных почестей На том уровне, какой положен национальный героинь, павший в бою за свободу Родины В патетическом обращении к соотечественникам Оно было передано на рассвете по всем каналам радио и телевидения Президент выразил уверенность, что похороны великой мамы станут историческим событием Но осуществлению столь высокой цели мешали, как водится, весьма серьезные препятствия Правовая система Маконда, созданная далекими предками великой мамы Не предусмотрела событий подобного размаха Искушенные алхимики законы и мудрейшие доктора права Самозабвенно углубились в силогизмы и терминевтику Ерминевтику отыскивая формулы, которые бы позволили президенту принять участие в покоронах великой мамы Для всех, кто причастен к высоким сферам церкви, политики и финансов, настали трудные дни В полукруглом и просторном зале Конгресса, в разреженном воздухе абстрактного законодательства Где красовались портреты национальных освободителей и бюстовеликих греческих философов Возносилась безудержная хвала великой маме А между тем зною сентябрьского Маконда наполнял ее труп мириадами кузырьков Впервые все, что говорилось о великой маме, не имело ничего общего ни с ее плетеной качалкой Ни с ее послеобеденной кодрюю, ни с горчичниками Теперь она сияла в ореоле новой легенды Непорочная, без груза прожитых лет Нескончаемые часы полнились Ударственные тары бары стерильных отцов законодателей Напомнив высокому собранию, что труп великой мамы ждет решения при 40 градусах в тени Однако мало кто обратил внимание на попытку вторжения здравого смысла в безгреховно чистую атмосферу неколебимого закона Разве что распорядились набальзамировать труп великой мамы И снова взялись за поиски новых формул Снова согласовывали мнения и вносили поправки в Конституцию Которые могли бы позволить президенту присутствовать на торжественных похоронах Столько всего было наговорено высокими болтунами Что их болтовня пересекла государственные границы Переправилась через океан и знамением проникла в папские покои Кастель-Гандольфо Верховный первосвященник, с трудом встряхнувший сонный дурман Феррагосто В глубокой задумчивости смотрел на то, как погружаются в озеро водолазы, разыскивающие голову зверской убитой девицы В последние недели все вечерние газеты писали только об этом ужасном происшествии И Верховный первосвященник не мог остаться равнодушным к тайне загадку, которую искали в такой близи от его летней резиденции В тот вечер, однако, все переменилось В газетах разом исчезли фотографии предполагаемых жертв И на смену им явился портрет 20-летней женщины в траурной рамке «Великая мама!» — воскликнул Верховный первосвященник, мигом узнав тот самый нечеткий догеротип, который ему поднесли в далекие времена по случаю его восшествия на престол Святого Петра «Великая мама!» В своих апартаментах члены кардинальской коллегии И в третий раз за все 20 веков за необъятную христианскую империю Обрушился вихрь сумятицы, неразберихи, беспорядочной беготни, которая завершилась тем, что Верховного первосвященника усадили в длинную черную гондолу, взявшую курс на далекие фантастические похороны великой мамы Позади остались сияющие ряды персиковых деревьев Старая Аппиева дорога, где солнце золотило ласковые тела кинозвезд, не ведающих о столь горестном событии Скрылась из виду громада Кастель-Сант-Анджело, маятившая на горизонте Тибра Густые вздохи собора Святого Петра вплелись в тенькающие четверти церквей Маконда Сквозь заросли тростника в затаившихся болотах, где проходит граница между Римской империей и священными угодьями великой мамы Пробивались визгливые крики обезьян, потревоженных близостью человека Эти крики всю ночь донимали Верховного первосвященника, издывавшего от духоты под густой москитной сеткой В ночной темноте огромная папская ладья наполнилась до отказа мешками с юбкой, связками зеленых бананов, корзинами с живой птицей И, разумеется, мужчинами и женщинами, которые побросали свои дела в надежде попытать счастье и с выгодой продать свой товар на похоронах великой мамы Впервые в истории христианской церкви его святейшество мучилось от озноба, вызванного бессонницей, от укусов тропических москитов Но волшебные краски рассвета над землями державной старухи, первозданная красота царства Игуаны и цветущего бальзамина Мгновенно вытеснили из его памяти все невзгоды путешествия и воздали ему старицей за такое самопожертвование Никанер проснулся от трех ударов в дверь, возвестивших прибытие его святейшества Смерть завладела всем домом без остатка Цветистые и набатные речи президента, жаркие и лихорадочные споры парламентариев, которые уже давно потеряли голос и объяснялись с помощью жестов Сорвали с места сотни людей, и они кто в одиночку, а кто целыми конгрегациями Прибывали в дом великой мамы, заполняя замшелые лестничные площадки, душные чердаки и темные коридоры Запоздавшие устраивались в черте где, в бойницах, на дозорных башнях, в амбразурах, у слуховых окон А в главной парадной зале дожидалось высочайшего решения, набальзамированная великая мама, над которой рос и рос устрашающий ворох телеграмм Обессиленные от слез девять племянников и племянниц в экстазе взаимной подозрительности ни на шаг не отходили от тела, которое мало-помалу превращалось в мумию Словом, еще некоторое время мир жил в напряженном ожидании В одном из залов муниципи, где по стенам стояли четыре табурета, обтянутые кожей, а на столе графин с дистиллированной водой Маялся бессонницей верховный первосвященник, пытаясь скоротать удушливые ночи чтением мемориалов и циркуляров Днем он раздавал итальянские карамельки ребятишкам, которые торчали под окном И подолгу обедал в беседке, крытой вьющимися астромелиями в обществе отца Антонио Иссабеля, а случалось и с Некануром Так он и жил, провожая изнурительные от жары дни, которые складывались в нескончаемые недели и месяцы До того знаменательного дня, когда на середину площади вышел пастор Пастрана, чтобы под барабанную дробь Трам-тарарам-там-пам огласить решение высочайшего совета В связи с нарушением общественного порядка, угрожающими государственной безопасности, президенту республики Трам-тарарам-там-пам Предоставляются чрезвычайные полномочия Трам-там-пам, которые дают ему на право... ...участие в похоронах великой мамы Исторический день настал Дюжи и арбалетчики лихо расчищали дорогу столпам республики на улицах, где народ роился возле стоек с рулеткой, киосков с лотереей, ларьков со снедью На маленькой площади, где люди натянули москитные сетки и расстелили циновки И где невозмутимо сидели со змеями на шеях ясновидцы, сбывавшие снадобья, которые исцеляют от рожи и дарят бессмертие В предвкушении вершинного момента стояли, не шелохнувшись, прачки из Сан-Хорке Ловцы жемчуга из Кабы-Дульбела Везальщики сети из Сиенаги Коптильщики креветок из Тасахеры Знахари из Маханы Саливары из Мануары Аккордеонисты из Вальедупары Объездщики лошадей из Айяпеля Продавцы Папайи из Сан-Пелайо Непревзойденные зубоскалы из Лакуэвы Оркестранты из Лас-Сабанос де Боливар Перевозчики из Реболо Бездельники из Магдалены Крючкотворы из Момбкоса И многие другие вкупе с теми, о ком шла речь в самом начале рассказа Даже ветераны полковника Аурелиано Буэндия Во главе с герцогом Малборо В парадной форме тигровая шкура с когтями и зубами Явились на похороны, пересили в столетнее зло на великую маму ее приближенных Чтобы отнестись с прошением к президенту республики О военных пенсиях, которых они тщетно ждали 70 лет подряд Около 11 утра Обезумевшая, измученная с анцепеком толпа, чей напор сдерживала элиты Не взмутимых блюстителей порядка в расшитых голоманах и пенных киверах Взревела от восторга В черных фраках и цилиндрах торжественные, исполненные сознание собственного достоинства Появились на углу телеграфного здания министры и сам президент А за ними парламентская комиссия, Верховный суд, Государственный совет Традиционные политические партии, высшее духовенство Высокие представители банков, торговли и промышленности Президент республики, лысый, кургузенький в годах болезненного вида Семенил подошалелыми взглядами людей, которые когда-то заглазно сделали его верховным властителем И лишь теперь удостоверились в его реальном существовании Рядом с ним выступали огрузневшие от понимания собственной значимости архиепископы И военные чины, слепеченные грудью, непробиваемые брони орденов Но лишь он один был окружен сиянием высшей власти Вторым потоком в мирном колыхании траурных шелков Вплыли королевы всего сущего и всего грядущего Впервые без ярких роскошных нарядов Шли вслед за королевой мира королева Манго, королева зеленой Аюмайи, королева гвинейских бананов, королева мучнистой юбки, королева гуаявы, королева кокосового масла, королева черной фасоли, королева 426-метровой связки яиц-ягуаны и все остальные королевы, которым не исчезли и которых мы не упомянули, дабы не слишком растягивать этот список Великая мама, возлежащая в гробу с пурпурными кистями, отрешенная от всего земного восемью медными подставками и перенасыщенная формалиновой вечностью, не могла постичь всей грандиозности своего могущества Все, о чем она мечтала, сидя на балконе в знойной духоте, свершилось теперь, когда прогремели 48 хвалебных песнопений, в которых высочайшие особы, ставшие символами целой эпохи, воздали должное ее памяти Даже сам верховный первосвященник, который являлся ей в предсмертном бреду, летящий в золотой корейке над садами Ватикана, одолел с помощью пальмового абахала тропическое пекло и почтил своим высоким присутствием самые торжественные похороны на земле Простой Люд, обалдев от лицезрения столь небывалой процессии, не мог услышать алчного хлопенья крыльев у порога господского дома, когда в итоге шумные перебранки именитых особ, самые именитые, вынесли на своих плечах катафалок с дробом Великой Мамы Никто не различил грозные тени стервятников, которая ползла вслед за траурным кортежем по раскаленным улочкам Макондо Никто не заметил, что после этой процессии на улочках остались зловонные отбросы Никто не подозревал, что племянники и племянницы, приживальщики и любимчики Великой Мамы, да ее слуги, едва дождавшись выноса тела, ринулись поднимать полы, срывать двери, ломать стены, словом, делить родовой дом Зато почти все доедины вы услышали шумный вздох облегчения, пронесшийся над головой, когда после двухнедельных молитв и ефирамбов, огромная свинцовая плита легла на землю Кое у кого, кто при этом присутствовал, хватило у моей догадки понять, что они стали свидетелями рождения новой эпохи Верховный первосвященник, выполнивший свою великую миссию на грешной земле, мог теперь воспарить душой и телом на небесах Президент республики мог теперь распоряжаться государством по своему разумению Королевы всего сущего и грядущего могли выходить замуж по любви, рожать детей Ну а простой люд мог натягивать москитные сетки, где ему подручнее, в любом уголке владения Великой Мамы Потому как сама Великая Мама, единственная из всех смертных, кто мог тому воспротивиться и кто ранее имел на то неограниченную власть Начала уже гнить под тяжестью свинцовой плиты Главное было быстрее отыскать того, кто сел бы на скамеечку у ворот дома и рассказал все как есть Чтобы его рассказ стал ярким уроком и вызывал смех у всех грядущих поколений И чтобы маловеры все до единого знали эту историю Ибо в среду утром не ровен час должны прийти усердные дворники, которые навсегда сметут весь мусор после покорон Великой Мамы Игорь Негода Игорь Негода